и снова всем привет сегодня видео малыши карликового когтеносца скоро им исполнится 4 месяца они находятся в этом маленьком baby box и продолжительное время почему почему я их не пересаживаю в обычный аквариум потому что немного опасаюсь за то что нет их не убьют их не съедят в общем аквариуме но я басаюсь за то что им просто не будет хватать еды так как в большом аквариуме на 120 литров у нас очень ну как много столько рыбок сколько положено быть но они настолько вот когда хотят кушать и когда я кормлю других лягушек они просто так наглеют что просто выхватывают все практически из пинцета я приспособилась конечно их немножко обманывать я бросаю им таблетку для анцитруса таблетку для донных рыб и тогда они переходят в одну часть аквариума а я продолжаю кормить лягушек больших больших лягушек которым уже ну где-то два два с половиной года вот и и они хорошо кушают а вот эти вот малыши но они настолько еще маленькие как и в первом видео я покажу положила я возле baby бокса коробку спичек конечно если сравнить первое видео и сейчас вот тот тот размер тот рост который у них конечно они подросли подросли но как в первом видео я рассказывала один малыш был нормальных размеров он был упитанный кругленький пока были округлые а один отставал в развитии мало того что он был худенький но он какой-то был еще недоразвитый ну как сказать недоразвитый но сильно хрупкий он был да и вот если сейчас сравнить их опять же вот этот вот который слева он хороших размеров он крупненький для своего роста да у него по бокам округлости а этот малышок но он очень сильно вытянутый конечно он будет жить конечно он возможно у него такое строение и от природы но вот если их обоих сравнивать то этот конечно как карандашик худенький но ничего он кушает у него аппетит хороший вот так что если вы решили завести лягушек вот в данном случае карликового когтеносца не переживайте не бойтесь они сосуществуют уживаются с другими рыбками просто не нужно бросать им еду и ждать пока они найдут не найдут покушает не покушает а именно контролировать этот процесс чтобы они в коем случае они не остались голодные потому что рыбы выхватывают все из-за рта буквально вот ну а в этом видео я хочу показать недавно мы были в зоомагазине я хочу показать как я буду кормить этих лягушат первый раз вот таким вот кормом это личинки красного комара какие отвратительные красные жирненькие вот и в общем то посмотрю я как они будут кушать будут они на движущийся объект как-то реагировать до до открывать сейчас открою в баночку перелью потому что так так неудобно а пинцетом уже можно будет из баночки хорошо доставать ну что приятного аппетита лягушкам вот такие вот деликатесы они сейчас будут пробовать ну интересно как же они отреагируют у молодец поймал так один поймал небольшой ли он на самом деле для него ну все это такой корм вот когда кормишь замороженным кормом конечно приходится имитировать движение червячка а вот такой корм движущийся они с аппетитом будут съедать но мне кажется все таки этот червячок большой хотя вот он уже его проглатывает вот и что еще можно добавить характере этой лягушки да на самом деле она не такая уж и паинька не такая уж и тихоня в аквариуме да если появляются какие-то малыши у рыбок у нас последнее время очень много выводка у анцитруса да вот почти каждый месяц они выводили малышей да и буквально все 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 малыши оказывались съеденными единственное что кому удавалось выживать это те которые попадали в фильтр потом при чистке фильтра я их доставала и пересаживала в baby box а вот было у меня одно видео когда я всех малышей отсадила в baby box они очень долго росли и я их выкармливала вот потом высадила их в общий в аквариум и лягушки мои взрослые лягушки в 120 литровом аквариуме они съели всех анцитрусов то есть бедные малыши анцитрус и они уже пережили тот возраст когда могли были бы быть съеденными рыбами но вот лягушки их скушали так что лягушки симпатичные лягушки хорошие но далеко не паиньки держать их не проблематично так ну что вот этот вот красавицу уже скушал одного червячка но этот доедает попробую еще одного дать они конечно большие сильно сейчас постараюсь маленького достать даже двоих достала нет одного достала о боже он случайно на стул не упал пока я тут видео делаю да нет не упал ну вот второй пошел деликатес боже этот червячок у нее в животике шевелится ничего скоро она его переварит и все будет хорошо ну а я подожду они еще поживут но может быть полмесяца может быть месяц поживут еще в этом baby боксе и я буду их пересаживать в общий аквариум сейчас дам последнего червячка и перейду в общий аквариум покажу как я кормлю взрослых лягушек так интересно лягушка испугалась червяка надо же они просто уже накошили червячки были большие все я отключаюсь желаю всем всего самого доброго и до новых встреч а сама иду кормить других лягушек взрослых уже в аквариуме на 120 литров кому интересно переходите на следующее видео к нам на канал до новых встреч пока пока